С каждым тем все больше и больше людей говорят о том, что поддерживают меня. Уже более трех тысяч человек подтвердили свою поддержку. Огромное им спасибо. С одной стороны, это очень приятно, что столько людей тебе доверяют. А с другой стороны, это ответственность, которая давит. Давит, вот сейчас давит. Ну это правильно на самом деле, пусть давит. И сейчас давит, и потом целых пять лет давит. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Это правильно. Каждый человек, идущий туда, должен знать, что за ним стоит народ. И каждое его действие, это судьбы людей. То ли миллионов, то ли тысяч, то ли даже единиц. Но это судьбы живых людей. И об этом нужно помнить. Ну а сегодня я просто благодарю живых людей. Настоящих людей, которые верят, которые поддерживают. С которыми мы вместе идем к победе. Ну и среди этих людей, в том числе и Замир. Денис Замира, с которым мы вчера пообщались в прямом эфире. Ну а сегодня я выкладываю вторую часть интервью. Я не бью вторую часть, там больше сорока минут. Но просто смотрится мне, как мне показалось, на одном дыхании. Можно, конечно, разрезать. Но потеряется логика изложения. Вот такой интересный вопрос уже вот из свежих. А что конкретно будете делать для подготовки к выборам, но не считая сбоков, не считая фандрейсинга в этой части? Ну а сейчас вот это главное прийти к старту. Вот потому что собрать деньги, это всего лишь старт. Должен выйти на старт. А когда станем на старт? Ну нужно ездить по стране, общаться с людьми, встречаться со сторонниками. Плюс уже масса людей, которые в личке в разных социальных сетях пишут о готовности возглавить штабы в каком-то городе. Организовать, по сути. Возглавлять-то ведь нечего. Нужно это организовать. Организовать штабы в каком-то городе, в каком-то регионе. Но причем надо же понимать, что это будет такая безоплатная. Ну да, у меня нет 100-500 миллионов, чтобы это все оплатить. То есть это добровольное, это тоже пожертвование, причем жертва главным образом во имя будущего страны. Не во имя своего собственного будущего, а во имя будущего страны. Потом, конечно же, на основе вот этих вот людей будет формироваться в том числе и государственная машина. Потому что люди, которые поработали губернатором с Петром Алексеевичем Порошенко, я сомневаюсь, что среди них, даже если были на старте порядочные люди, то эти люди остались порядочными вот сейчас. Нужно менять многих людей в вертикали президента. Нет, но это понятно, но это уже, ну, положено тогда. А сейчас и запуск, то есть вот как я вижу избирательную кампанию, я уже в стримах говорил, это межличностная коммуникация. У меня мало ресурсов в плане СМИ, главный мой ресурс это мой канал, и вот пользуясь этим каналом, как бы я пытаюсь запустить цепи коммуникаций. То есть Дениса я убедил в том, что я правильный, хороший человек, Денис убедил кого-то еще, тот человек убедил еще кого-то. И так дальше, дальше, и мы вот из этих цепей свяжем. Денис, нам до дня голосования около 70 дней остается, вот если вы 70 человек убедите. От 70 еще 70. А те еще, да, и каждый из них. И вот она, а кто-то будет убежден дважды, потому что убедите вы, ваша девушка и ваша девушка. Ну, смотрите, хорошо, но все равно вот люди любят узнаваемое лицо, да, вот мы знаем, что такая вот актив, который ходит на выборы, это люди пожилые, которые все равно привязаны к телевизору, которые привязаны к тем билбордам, которые развешаны по городу. Вот что вы будете делать? Значит, смотрите, у людей пожилых, которые вот не смотрят, да? Ну, хотя, знаете, сейчас пожилые, да, тоже, но у людей пожилые, есть дети, есть соседи, есть внуки. И достучавшись, ну, я вот про себя расскажу. То есть в моей семье так вот складывалось, когда я был 13-летним ребенком, что мои родители, мои бабушки с дедушкой голосовали так, как говорил 13-летний внук. То есть они прислушивались к вам? Они прислушивались к моему мнению. То есть в любом случае, в кругу даже вот этих вот людей, которые смотрят Петра Порошенко по телевизору и думают, да, он Томас нам добыл, какой он молодец, нужно за него проголосовать. Так вот в кругу этих людей есть люди более авторитетные, чем телевизор. И эти люди черпают информацию преимущественно не с телевизора. И вот если нам удастся с моими сторонниками создать эту сеть, сеть, вот всюукраинскую, то это и есть ключ к победе на самом деле. Ну, а кроме того, я, знаете, призывал в последнем эфире, говорю, если вдруг вы станете участником некого социсследования, потому что, на мой взгляд, есть два вида социсследования. Социсследования для пропаганды, которые даже не проводятся, их просто написали, зачитали, показали там с говорящими головами по телевизору, прочитали. На них вообще не обращаем внимания. А есть социсследования, которые проводят для себя, для того, чтобы поставить диагноз. Вот они настоящие. И, возможно, до кого-то из вас, вот в том числе до кого-то, кто смотрит сейчас эфир, дойдут интервьюеры, там, Петра Порошенко, например. И будут, ну, вы не будете знать, че они интервьюеры, просто они будут проводить у вас социсследования. И там будут вопросы, за кого вы голосуете, почему вы голосуете, лучше стало жизни, легко уже и так далее. Я людям говорю, а вы не говорите гордо, я за Севченко. Не надо. Говорите, я за Петра Алексеевича, Бувин Аптома сдал, еще что-нибудь. Дайте Петру Алексеевичу ощущение, что он побеждает без всяких админресурсов. Он же жлобяр. Он же, увидев, что он побеждает и так, он меньше вложит ресурсов в фальсификацию. Ну и, кроме того, он не будет так рьяно работать против кандидатов, заведомо не попадающих в рейтинги. И, соответственно, у этих кандидатов появится, я о себе говорю, появится больше шансов. Поэтому, если к вам придут с опросом, говорите, что у вас за Порошенко. Пусть он думает, что за него весь народ. Как вы проголосуете, как проголосуют ваши друзья, знакомые, соседи, это совсем другая история. Не связанная с тем, что вы ответите на социсследование. Ипина Салапеева спрашивает уже в новых комментариях. Александр, а как мы сможем защитить свой голос за вас на выборных участках? Ну, это зависит от того, насколько активны будут у меня сторонники где-то к середине марта, когда будет заканчиваться, собственно, этап последнего внесения кандидатов в члены избирательных комиссий, даже к началу марта. И потом уже к концу марта, где-то в 20-х числах, когда будут последние сроки формирования сети наблюдателей. То есть, если будет достаточно много людей, которые поддерживают, то будет смысл начинать формировать эту систему. Если их не будет, то здесь на защиту результатов играет конкурентность выборов. То есть, в любом случае, на этих выборах есть 2, 3, 4 кандидата, которые серьезно считают, что они имеют шансы победить. Они уже вкладываются в штабы, они будут вкладываться в избирательные комиссии, будут вкладываться в наблюдателей, конкурируя друг с другом. Конечно же, они будут пытаться каким-то образом фальсифицировать выборы в свою пользу, но главным образом они будут пытаться защитить результат выборов от своего оппонента. Защищая свой результат, они будут защищать результат выборов в целом. И вот это вот как бы то, что поможет сохранить результат. Ну и кроме того, если будет явное преимущество, я говорю от 10% выше, то есть преимущество больше, то тут уже никакие вбросы, никакое рисование не поможет. Вот рисование, вбросы там 7-8, ну максимум 10% решает. Все остальное это различные технологии, связанные с тем, чтобы заставить людей проголосовать за того или иного кандидата. Кого-то уговаривает телевизор. Я, честно говоря, не знаю, кого может уговорить бигборд, но пытаются уговаривать, в том числе, вкладывая миллионы в это дело. Кого-то уговаривают совсем по-тупому, многие люди это воспринимают, когда работодатель рассказывает, что нужно проголосовать за этого кандидата. Возможно, он не рассказывает, а просто говорит, друзья, или так, или все. Да, в любом случае он коммуницирует и вербально передает некую информацию. Есть вот одна из модификаций, да, это когда в ОТГ, в бедных территориальных громадах, люди говорят, что если вы хотите, чтобы у нас была новая дорога, то голосуйте за Порошенко. Если вы проголосуете за Порошенко, у вас, может быть, и будет новая дорога, а может быть, и не будет. Проголосуйте за Семченко, а у вас будет много чего такого, чего, о чем вы даже сейчас боитесь подумать. Я хочу поблагодарить Валерия Ивановича за его вклад в наше общее дело. Огромное спасибо, все получено. А вот вопрос тоже из свежих. Александр, от Александра Приходько. А сколько вы сами вложили в свою предвыборную кампанию? В деньгах. Тут не спрашивают в деньгах, не в деньгах, вот такой вопрос. Ну, я в любом случае вложил намного больше, чем самый большой взнос, который пришел, вот из тех взносов, которые пришли. И мне еще предстоит вложить. Ну, и самый большой взнос, это уже не финансовый взнос, это моя собственная жизнь на самом деле. Хотя, может быть, вам может показаться, что это ничего не стоит. Но для меня это дорогой. Но может показаться пафос, да? Ну, может показаться пафос, но да. Но это то, что вот, а что я могу еще отдать? Ну, вот, есть материальное уважение, есть вот. А вот от Ивана Васильева вопрос, я спрашиваю, это какой вы веры? Я православный. Православный христианин. Хорошо. А вот смотрите еще. Считаете ли вы, что любой человек, который подписан на вас несколько лет, если он высказывает какую-то критику, там, объективную критику, то он бот? Нет, я не считаю, что человек, который, понимаете, ботские аккаунты, они, например, пустые. Вот. С ботами иногда вступаешь в дискуссию, и они, ну, вот на некоторых вопросах, они просто гаснут. Вот как бы, ну, видимо, в методичке просто они прописаны. Ну, не знают люди, да, вот, не стандартно. Вот, да, вот, где-то. У меня была недавно дискуссия, и человек начал там рассказывать, как я обману людей, собрав эти деньги. Я спросил его, а вот вы лично, ну, то есть вы их лично перечислили, можете назвать, ну, там имена не везде прописаны. Ну, транзакцию, там, такая-то сумма. Ну, вот человек на меня, это самое, я говорю, ну, тогда я посмотрел аккаунт пустой, практически там все, вот, и он написал, что, значит, ну, я говорю, ну, тогда получается вы бот, что и требовалось доказать. Ну, и дальше он начал писать, я на тебя, вот, может быть, это он и есть. Возможно, я не знаю. Да, начал писать, что я на тебя там давно подписывался, лайкал, бот там не был, да я на тебя просто, я просто не замечал, ну, может быть, не обращал особого внимания на человека. Я вот недавно смотрел статистику, 700 тысяч комментариев у меня на канале. Ну, конечно, я не могу запомнить все комментарии. А должно услышать каждого. Я услышал какой-то момент, мысль отложилась, но запомнить, что там два года назад... Да, я все понимаю, я все понимаю. То есть, понятно, есть самые яркие на канале, которые, вот, знаете, уже узнаешь, когда его нету, там, допустим, есть там... Скучаете по ним? Ну, по ним невозможно скучать, потому что они есть в каждом ролике. То есть, я могу перечислить, там, Анатолий Терехов, Валентина Клубкова, Ёжик против USA, Гриша Бетт, Жень. То есть, есть люди, которые, вот, я запоминаю, потому что они встречаются очень часто. Друзья, он нас всех посчитал, да. Да, но 700 тысяч, Денис, понимаете? Я понимаю, я понимаю, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Хорошо, вот Алексей Гусев, тут он задавал, когда тут была у нас Елена Бондаренко, и вот он тогда спрашивал по поводу выражения «рух до Европы», то, что это связано, по его мнению, с русским словом «рухнуть», ну, такой юмор у человека. А вы говорите, Порошенко не выполняет обещания. Вот хотелось бы говорить, услышать комментарий Александра. Ну, вы знаете, этот, Степ, по поводу русских, украинских слов, вообще очень много в украинском языке слов, которые по-русски звучат как-то странно. Например, слово, вот, связанное напрямую с выбором и педрахуй. Пускай русская аудитория прокомментирует у вас в комментариях, что они услышали, когда услышали это слово. Но на самом деле, ничего смысла нету. Вот, и здесь тоже вот эта игра слова абсолютно лишняя. А насчет движения в Европу, нет, нет. Вот, у нас, как бы, у Порошенко сам себе противоречен. Он говорит, мы двигаемся в Европу, и у нас свой путь. Так у нас свой путь вместе с Россией. Европа приходила сюда за рабами, за холопами, за ресурсами. Всегда. А Россия приносила сюда мир, благоденствие, развитие. Ну, даже, вот знаете, вот даже в плане украинских книг. Нам вот рассказывают, что там проклятая Россия и проклятый Советский Союз. А начали читать, вот президент рассказывал, украинские книжки тут массово, да? Да, массово. Только вот в 17-м году, за 18 лет еще нет статистики, в 17-м году было издано 27 миллионов книг на украинском языке. Вот для сравнения, в Советском Союзе, это, правда, максимальный показатель, 104 миллиона книг. Ну, вот в один из... Ну, здесь, я думаю, может быть, не всегда будет корректно из-за того, что многие люди читают небумажно уже книги. Так, это вообще никак не связано с книгоизданием, и ту книгу, какую ты скачаешь, например, на Флебусте, я тоже практически не читал. Ну, да, да. То есть, ну, понятно, какую ты книгу читаешь на Флебусте, абсолютно вообще вот с тем, что говорил Порошенко, не связано. Вот он связывает бумажные, сравнивает бумажные книги с бумажными книгами. Так в Советском Союзе, нет, не в Советском Союзе, в ОССР издавалось книг на русском языке, на украинском языке в 4 раза больше, чем сейчас в Украине. Вот в незалежной, в Вильне и незалежной Украине. Я когда общаюсь вот с этими вот людьми, ну, время в времени бывает, я, ну... Вы общаетесь онлайн или встречаетесь? Ну, иногда я встречаюсь, иногда общаюсь в онлайн, чаще в онлайне. Я задаю вопрос. Вот вы можете сказать, что конкретно украинцам дала независимость Украина? Ну, вот Тарачатовская воля, свобода. А видите, даже по книгам украинскими меньше украинских книг. Ну, это ж мировая тенденция, меньше же люди читают. Нет, Советский Союз вообще шел против мировой тенденции. Против мировой тенденции безграмотность ликвидировали. Против мировой тенденции преодолели последствия Великой Отечественной войны. В 1948 году уже восстановили объемы промышленного производства. Карточки упразднили. А в той же Великобритании карточки еще, по-моему, 5 или 6 лет были уже после Советского Союза. Это было против мировой тенденции. В космос человека запустили, тоже против мировой тенденции. Спутники там все это было. Все против мировой тенденции. Кто сказал, что мировая тенденция? Правильно. Но иногда стадо баранов может бежать к обрыву, с этого обрыва упадет и разобьется. Мы что, должны бежать вместе с этим стадом баранов, как Пороженко призывает? Давай-то из-за всем свитом шарахнемся. Закрутили. Обещаете ли вы защитить каноническую украинскую православную церковь от кота Томаса? Давайте так. Есть в Конституции требования по поводу того, что государство отделено от церкви. А церковь отделена от государства, да. Поэтому никого президент защищать не должен. Президент должен гарантировать абсолютное равенство всех возможностях. Другое дело, что люди могут поддержать каноническую церковь, и государство не должно давить на них с тем, чтобы они перешли в Сцу или Пупец, или как бы легли под этот Томас. Носятся они со своим Томасом. Будут они носиться со своим Томасом и с президентом Семченко. Но только президент Семченко, в отличие от президента Порошенко, не будет ломать через колено областной администрации, силовиков, чтобы те в случае поломали церкви через колено. Ну будет, господи, но кому-то может быть этот Томас нравится недоподписанное. Уже два раза возили, и все равно все никак подписать не могут. Не шмарли. Ну да. Но тем не менее, если им это нравится Томас, будет какая церковь. Ну а если займете кабинет на Банковой, перейдете в Сцу? Нет. Или в Пупец? Нет. Ну а в чем смысле? Нет, я не знаю. Ну я тоже не знаю, в чем смысле. Да, как бы. Ну вот людям кажется... Кстати, сегодня, по-моему, открывается единственный храм, вот в этой Су на днях, на Абалоне, который вот именно открылся. Вот будет открываться, а не перешел из канонической украинской православной. Тоже интересная история, потому что... Это чего, за месяц построили, что ли? Нет, возможно, заранее строили, но возможно, строили... Может быть, для Филарета... Для Филарета, да, или для... Ну, для Филарета, скорее всего, строили, а потом уже... Ну, это же нельзя говорить, что это храм для Су. Это просто Филаретовский храм, просто вот пришло время... Хотя я тоже не знаю... Ну, он еще не был освящен, говорят, и вот будет освящение как разное... Я понимаю, да. Знаете, освящение Филаретовцами чего-то, это вообще... Ладно, давайте не будем... Ну, это уже религиозные вопросы, да, хорошо. Хотя они по-своему интересны. Вопрос, который мы с вами немножко обсуждали до эфира, да, я думаю, его стоит прокомментировать. Александр, как вы относитесь к выдворению Елены Бойко из России ее арест? Давайте так. Я этого не понимаю. Вот, я не понимаю позицию России. Ну, и я вот в ближайшие часы, уже ролик залит на канал, я опубликую, вот закончим с Денисом эфир, и я опубликую на своем канале ролик на эту тему. Так что следите и смотрите, я думаю, это будет ответ Александра по поводу Елены Бойко. Александр говорит, что первый визит будет в ЛДНР. А я так понимаю, второй будет в Крыму, в Севастополь? Да. В Крыму, в Севастополь, потому что и с Крымом, и с Севастополем есть незавершенные дела. И от этих незавершенных дел, на мой взгляд, в первую очередь страдают жители Крыма и Севастополя. И урегулировать эти вопросы, это в первую очередь в интересах жителей Крыма и Севастополя. Да, в принципе, и в интересах жителей всей остальной Украины. Дружить, жить в согласии, торговать в конце концов. Это гораздо выгоднее, чем перекрывать воду, взрывать опоры электропередач и перекрывать рынок для реализации сельхозпродукции тех же сельхерсонских или запорожских фермеров. Борис Бузмаков интересуется, здравствуйте, что будет с Порошенко после выборов? Его посадят? Ну, понимаете ли, некомпетенция президента принимать решение за суд. То есть Порошенко точно должен предстать перед судом, а какое решение будет за суда, я не знаю. Хотя, с другой стороны, знаете, есть уже решение суда в Луганске летом было оглашено, и там его приговорили к пожизненному. Поэтому я, честно говоря, не вижу особых против, ну, то есть особых аргументов против этого решения, потому что, ну, судьи, которые принимали это решение, они в свое время давали присягу на верность народу Украины. И эта присяга не аннулирована. Соответственно, судьи, которые судили, они, кстати, судили по кодексу, уголовному кодексу Украины, возможно, этот приговор действительно нужно просто реализовать. Вот здесь Ольга Самойленко говорит, что единое государство по пророчествам – это приход Антихриста. Что думаете по этому поводу? Я думаю, что, может быть, это просто неправильное понимание пророчества. Потому что единое государство – это путь к выживанию человечества. Человечество, ну, земля – это колыбель человечества. Если взрослый человек будет долго сильно находиться в колыбели, он умрет преждевременно. Вот то же самое может произойти и с человечеством. Человек с ником и Айриеном, каким образом вы собираетесь работать в качестве президента без своей собственной команды, то бишь фракции, партии в парламенте? А ведь вы даже не начинали эту партию формировать. Ну, смотрите, если ты стал президентом в апреле, ну, в мае, да, там, инаугурация прошла, в мае, стал президентом, то у тебя автоматически партия, даже если она у тебя есть, она в парламент не зайдет. Она в парламент зайдет только тогда, когда будут выборы. Распустить Верховную Раду досрочно не получится, потому что это невозможно по Конституции. За год до выборов Верховная Рада защищена от досрочного распуска. А до новых правовинских выборов мы с вами, вот, те, кто в меня верит, те, кто меня поддерживает, те, кто считает правильным, ну, если не все мои предложения, то хотя бы часть из них. Там некоторые говорят, я согласен, допустим, там, совсем кроме пятого пункта программы, пятый, шестой. Больше всего, кстати, вызывает... А что там, пятый, шестой, напомню? Пятый, шестой – это народное вето, то есть право народа накладывать вето на любое решение власти. И шестой пункт – это переход от представительской демократии к непосредственной. В принципе, к отказу от таких посредников, как там Верховная Рада, например. Народ, в принципе, самостоятельно может решить проблемы, связанные с осуществлением функций законодательной власти. Так вот, партию создать успеем. И, более того, поддержка у этой партии, я уверен, будет. Причем, скорее всего, она будет даже выше, чем у Семченко президента на президентских выборах. Поэтому там будет большинство, может быть, даже конституционных. То есть, можно сказать, что у вас есть такой задел еще и на парламентские выборы? В той системе политической, которая существует в Украине, президент без парламента сделать сможет мало. То есть, кое-что он сможет сделать. Есть некоторые организации, которые находятся в президентской вертикали, и то там присутствует парламент. Ну, можно обойти парламент, потому что СБУ, когда президент назначает всех, кроме председателя СБУ, а всех там заму председателя СБУ, руководителя... Ну, понятно, есть его круг будет, да. То есть, есть возможность где-то обойти. Но, в целом, эффективная деятельность, которая не будет превращена просто в борьбу, а первые погоды, это действительно будет борьба между президентом Семченко и парламентом. Кое-кто в парламенте перекуется, кто кое-кто из конформистских побуждений, а кое-кто действительно вот по убеждениям, наконец-то наши пришли и будут выходить из подполья, уже там, из подвалочек Верховной Рады. Иван Ванов прислал нам донат на ДонатПэй и задает вопрос. Саш, а как с Россией выстраивать отношения, если она свои заводы понастроила? Зачем ей Украина, кроме буфера от НАТО? Русские прагматики стали, и в братушки не верят больше. Так я тоже прагматик. И есть, что Украине предложить России в обмен на, в том числе, открытие своих рынков. Есть, что предложить. Поэтому найдемся с Россией. Что, я понимаю, что тут будут скорее отношения не, вот, братик, возьми, пожалуйста, безвозмездно, а тут, ты мне дашь это, а я тебе за это... Ну, то есть очень прагматичные отношения, вы думаете? Ну, по-другому, понимаете, Украина столько раз кидала Россию, вот, на этой дружбе. И не только Украина. Там сербы кидали, болгары столько раз. Русские дали болгарам государство, вдруг в двух мировых войнах болгары на чьей стороне воевали. Ну, да, да. Румыни, вы вспомните. Ну, то есть, русские много раз ошибались, обжигались. И поэтому с русскими отношения нужно с Россией выстраивать, вот, исходя из взаимной выгоды. На самом деле можно не только сохранить те же потоки газа через газотранспортную систему Украины, но и нарастить эти потоки, заполнив ее, если не на 100%, то процентов на 90%. Просто есть у нас кое-что такое, что очень сильно нужно России. Например? Например, пока я придержу. Давайте это. Хорошо. Будет у вас козырь в рукаве. Туз. Александр, что вы сделаете с деньгами, если не соберете их в достаточном количестве для залогов 2,5 миллиона? Ну, опять, об этом я тоже говорил. Если я не соберу деньги, то я их отдам. Поскольку я не смогу их отдать тем людям, которые мне их перечислены, технически я не смогу их отдать, то я их отдам тем, кому они не нужны. Это дети и старики. Дети, скорее всего, дети-сироты. Возможно, это будут дети, которым нужна срочная операция. Возможно, мы с вами спасем чью-то жизнь, если вдруг не получится спасти всю Украину, то хотя бы чью-то жизнь. В общем, в любом случае, эти деньги, вот мне там многие пишут, на самом деле, в комментариях, оставьте их себе на развитие там партийного проекта, на то, чтобы вот эту Верховную Раду. Я отвечаю каждый раз вот людям там в личке, что эти деньги не мои. Мне их дали на определенную цель. И я сразу оговаривал вот эти два варианта. Еще в первом своем прямом эфире, когда я объявил о своем решении и попросил помощи, то я сказал, что если то в президенты, если нет, то дети и старики, куда конкретно буду с вами советоваться, ну, с вами, со своими зрителями, подписчиками, в прямом эфире, обозначу варианты. И вот так вот эти деньги, но это не мои деньги, и вот когда говорят, оставьте себе, нет. Если, предположим, такой вариант, семчинцы не собирают деньги, в достаточном количестве на президентские выборы, естественно, не идет, но потом принимают решение, что нужно поучаствовать в парламентских выборах. И, возможно, формируют команду. И, возможно, формируют команду. Ну, то есть тут два варианта, на самом деле. Либо вступаешь в чужую команду, либо формируешь свою команду. Предлагали уже в чужую. Ну, вот так, чтобы совсем конкретно просто пытались дать денег как блогеру за то, чтобы определенных... Не-не, а вот именно, чтобы конкретно и давай с нами. Ну, пока же права на сливы наращивания. Ну, я понимаю, может быть, кто-то загодит. Ну, загодит нет. У нас же политики, как и... Прагматичная? Нет, у нас политики, как и многие наши люди, у них оперативная память очень короткая. Они просто так далеко предпочитают, не смотрят. Так вот, тогда будем собирать новые деньги, новые пожертвования. Но это деньги не мои. Вот, несмотря на то, что они там находятся на моем счету в банке, это деньги не мои. И если их не будет в достаточном количестве, то они уйдут вот детям или старикам. Или тем и другим. Фаяна-файна. Ну, тут такая реплика. Не вопрос. Хотя можете ответить. Александр, зачем вам это нужно идти в политику? Вы же скорбитесь, станете, как они все. Ну, наверное, потому что я надеюсь, что я не скорблюсь, я не стану, как они все. А вообще, фаяна-фаяна, с таким настроем мы с вами не продадим. Но есть такая пословица. Нет. А зачем идти? Я до последнего надеялся, что вот я смогу сказать, указать пальцем, вот, Пасер Пупкин, там, Иванов, Петров, Сидоров, он классный кандидат, голосуйте за него. Но, знаете-ка, всем есть вопросы. Кому-то этих вопросов очень много. Кому-то вопросов меньше. Возможно, мне в какой-то момент все равно придется определяться, что нужно, вот для того, чтобы Петя ушел, и чтобы Юля не пришла, потому что Юля не лучше Пети, то нужно вот, нужно пожертвовать некоторыми своими вопросами. Нужно пожертвовать некоторыми своими мечтами. Вот я мечтаю, допустим, о народном вето или еще что-то. И нужно с кем-то разговаривать. Но даже в этом случае нужно именно разговаривать. Нужно, ну, условный там, условный кандидат Юго-Востока, со всеми из них нужно встретиться. Со всеми из них нужно пообщаться, причем желательно, чтобы это было не колуарное общение, а публичное общение. И вот, задав им ряд вопросов, выслушал их ответы, задал, может быть, дополнительные вопросы. На ваших же глазах принять решение, а за кого, кто, как. Но пока, пока давайте до этого об этом не говорить, пока у нас совершенно другая задача. Есть возможность пройти самостоятельно, ничем не жертвуя, ну, пока, по крайней мере, я ее вижу, и не идя на компромиссы с самим собой. То есть не откладывая что-то в далекий ящик, а вот идти вот так вот, как вот вижу и как вы видите. Ну, я думаю, что те, там, порядка уже под три тысячи человек, которые показали свою веру не только вот в комментариях, но и, ну, отразились они там в банковских реквизитах, в банковских проводках, то, ну, они же верят в это, верят в ту программу, которая опубликована и на канале, и на Фейсбуке, верят в меня, в конце концов. Спасибо вам большое. Александр из Чернигова интересуется, вот, что ваш язык, как он понимает, русский, в одной языке, да, и на котором вы говорите, думаете. А вдруг станешь президентом, начнешь думать на другом языке? Ну, давайте так, думать я буду все равно на том языке, на котором меня научили говорить родители мои. Ну, как, ну, сам научился, общаюсь с родителями, с мамой, с папой. Вот, и это русский язык. Ну, не совсем русский, говорят, что дончан узнают в Москве, там, по гэконью, по шоу, ну, и так далее. По тормозкам. Тормозки, да, бордюры и так далее. Мне там что-то, знаете, в комментариях. Ну, мне кажется, что москвой бордюры, это же идиотерапия, 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 идиотерапия. Я даже сначала не понимал, что это, куда меня посылают, потому что в донецке бордюры, вот, но русский, да, в основе своей русский язык. То есть я владею украинским языком, письменным владею лучше, чем устным, потому что в устном у меня, ну, практики меньше просто, письменным. Ну, я диссертацию защищал на украинском, писал ее на украинском изначально, потому что, ну, так удалось. Ну, по-моему, можно на украинском и на английском, нельзя же на русском, да? Ну, я в 2014 году защищал, там еще и по шести по поводу, тогда можно было, в принципе, и на русском, но, вы знаете, у меня было другое немножко отношение к украинскому языку, то есть я нормально говорил на русском языке. Когда пришел в Днепродзержинск, это Днепродзержинск, это Днепродзержинск, это начальником инспекции работать на логовой, я аппарат не на раду проводил украинскую мову, потому что мы державные службовцы, и мы маем с вами спілкуватыся при нами на работе в державную мову. Они удивлялись, блин, приехал из Донецка, начал Днепродзержинск, и в Сумах тоже, тоже на русском языке проводили аппарат, и потом я, правда, понял, что у меня на украинском языке ругаться не получается. То есть, когда нужно вставить пистон, то я переходил на русский язык, потому что на русском языке получается жестче. Но... Часто ругались-то? Не, не то чтобы ругался, то есть не матом, но вот даже постановка задачи, как бы доходчиво, она идет очень лучше на русском языке. Как можно ругаться, если ты видишь аппаратное совещание, и у тебя сидит около сотни твоих подчиненных, руководителей, заместителей, руководителей структурных подразделений, ну это же неправильно так делать. Ну неправильно, но рабочий вариант вполне. Рабочий вариант – это когда ты один на один или в очень узком коллективе. Когда ты на аппаратке, ну все-таки нужно держать себя в руках. А потом, когда вот начали давить, вот у меня какое-то, знаете, чувство противоречия возникло. И вот это вот отношение к украинскому языку поменялось из-за того, что после 2014 года начали насильство украинизировать. Мне кажется, что украинский язык нормально развивался в Украине, естественным образом, а вот потом начали творить черт знает что. И я понимаю, почему они это начали творить. Потому что язык ведь это не только средство коммуникации, в первую очередь это не средство коммуникации. Вот даже там зритель задал вопрос по поводу, как вы думаете. Язык – это инструмент мышления. И, соответственно, если ты имеешь развитый инструмент мышления, то у тебя и возможности шире. А украинский язык, ну так исторически сложилось. Это был язык сельский, он сохранился в селе, традиции. Но наука развивалась в городах, прогресс развивался в городах. А языками городов в Украине был то польский, то потом русский язык. И, соответственно, ну так сложилось исторически, что в плане науки прогресса украинский язык более бедный, чем русский. Соответственно, если ты охраничиваешь себя, намеренно переводишь с русского на украинский язык, то ты себя обедняешь даже не в плане коммуникации, говорить на каком угодно. В плане своего собственного умственного развития, в плане своей умственной деятельности. Вот в чем дело. Поэтому никакого давления здесь абсолютно не должно быть. Это обедняет в том числе и украинский язык, и в том числе украиноязычных граждан Украины. Они сами себя намеренно втаптывают там в средневековье, но вот на тот уровень, на котором изначально сохранился украинский язык. Да, многое сделала советская власть для развития украинского языка, в том числе и создания научного аппарата, но не все. Не все сделано, работа эта кропотливая, долгая и незавершенная. Ну и кроме того, язык это живой механизм, он постоянно развивается. Такой вопрос, серьезный, несерьезный решать вам. А Дмитрия, как к травке относитесь? Ну к морепу они, я так понимаю. Нет, никогда не пробовал. Но он говорит, что вот так, как вы думаете, возможен ли легалайз и исключительно в качестве способа поднятия украинской экономики? Легалайз это легализация? Нет. Ну давайте тогда, давайте как бы бороться с преступностью, легализовать все преступности. Давайте убийство легализуем, да? Ну просто, чтобы за это заплатил. Ну за каждые заплатил, да. Ну как бы, ну давайте там про проституцию тоже говорят, типа давайте вот ее легализуем. А вы за легализацию проституции? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну то есть я понимаю, что под куполом там сидят эти как раз в основном, в Верховной Раде. Но я нет. Сидят те, кого или кто? Ну и кого, и кто. Понимаете, это же с одной стороны их спонсоры их, а они потом уже простой народ. Так, от травы и проституток переходим к пересмотру итогов приватизации промышленности оставшейся. Что президент Семченко думает насчет общественной собственности на средства производства? Спрашивает. Я думаю, что это наиболее эффективная форма собственности. И то, как развивалась Украина в 20 веке об этом свидетельствует. Даже сравнивая там с 19 веком или сравнивая с другими странами. Нам любят приводить пример японского чуда. Японское чудо это порядка 15-20 процентов годовых увеличения объемов промышленного производства. Но забывают о том, что в Советском Союзе темпы роста превышали 30, достигали 40 процентов. Любят говорить о том, что это достигалось рабским трудом. Но это все глупость. Потому что, во-первых, рабский труд неэффективен. А во-вторых, в самые пиковые годы в системе исправления наказаний, то это было менее 2 миллионов человек. А население Советского Союза было 200 миллионов человек в тот момент. То есть получается 1 процент от населения. И что, 1 процент от населения мог обеспечить 40 процентов роста промышленной продукции? Да ну не смешите мои комментарии. Это был труд свободных людей, которые работали для себя. И при этом не отрывались деньги, не отрывались ресурсы на то, чтобы утопить конкурента, например. На то, чтобы построить какую-нибудь виллу, мегавиллу системы Белый дом, как у Петра Алексеевича Порошенко. Или уже вот о России спрашивали, да, построить мегаяхту, как у Бармоновича. То есть эти деньги шли тоже в народ, в модернизацию предприятий. Вот вы же знаете о том, что при том же, ну в Советском Союзе уменьшалась стоимость товаров каждый год. И говорят, что это дело все административно-командными методами. Ну просто вот приказали, как бы и наплевав на законы экономики, просто уменьшили. А это неправда. Это неправда. Основным критерием эффективности производства была себестоимость на тот момент. Не прибыль. Вот сейчас у нас прибыль, типа прибыль, он эффективный, а себестоимость. Снижение себестоимости было заложено в систему оценки. Сейчас это модная аббревиатура TPI. Так вот, главный параметр в этой системе был себестоимость. И себестоимость снижалась. Себестоимость снижалась и, соответственно, понижалась стоимость продукции. Она все равно была прибыльной. Она все равно приносила какую-то определенную прибыль конечному собственнику, государству и народу. Но при этом при снижении себестоимости снижалась его отпускная цена. И таким образом повышалась покупательная способность людей. Нам говорят, вот сейчас соревнуются, одни политики говорят, мы повысим минимальную заработную плату на 5 тысяч гривен, на 6 тысяч гривен, да хоть на миллион. Я в 95 году в университет поступил, получал повышенную стипендию. По-моему, тогда была первая стипендия не повышенная была 600 тысяч, а потом 1 миллион 100. Миллионером был прямо с первой стипендии, с повышенной, после первой сессии. Но, ну и что, что я был миллионером? Можно сколько угодно денег припечатать. Главное, какая покупательная способность. А покупательную способность этих денег, максимальную, может обеспечить, в первую очередь, развитие государственного сектора. В то же время, там у меня в стриме задавал вопрос, колхозы будут, колхозов не будет. В любом случае, частный сектор, это тоже то, что должно развиваться, это то, чему тоже должно уделять государству внимание и что должно существовать. В том же Советском Союзе до Хрущева было 150 тысяч артелей, по сути, кооперативов частных предприятий. Единственное условие в этой артеле было, что в этой артеле нельзя использовать наемный труд. Все, кто работают в артеле, они являются одновременно собственниками. И это была очень эффективная система. Артели давали до 20% объемов промышленной продукции в Советском Союзе, вот эти вот частники. Об этом тоже сейчас почему-то не говорят. Причем, по некоторым видам продукции, например, мебель та же. Артели давали более 50% продукции, которая производилась в Советском Союзе. На уровне артели, вот это тоже интересный факт, я был шокирован. Четыре научно-исследовательских института, ну по сути, чем они занимались, то есть они занимались научными разработками, они тоже были в форме артели. Частные научно-исследовательские институты, разработки которых были нужны за счет этих разработок, эти частные четыре. Но просто так они могли платить большую закладу своим специалистам, и людям было интересно там работать. Там не было специалистов, и там не было наемных работников. Все члены артели, они собственники, они участвуют в производстве, поскольку все это их находится. Ну, кстати, система, вот если уже залазь сюда в историю, то на самом деле существовала система материального стимулирования, в том числе и на государственных предприятиях. Потом эту, Хрущев эту систему поломал, и после него эту систему доломали. Вы, ну, вот можете посмотреть там в интернете, забить, посмотреть во время Великой Отечественной войны, люди танки покупали, самолеты покупали для фронта. Две самых многочисленных группы социальных. Церковные даже общины. Кто покупали? Ну, церковные общины-то собрались, да. Это, кстати, к вопросу о том, что довели церковь или не довели. То есть, да, были перегибы вот этих вот революционеров, которые взрывали храм. Например, потом эти письма церкви, то, что они купили, вот в частности Старомихайловский храм возле Донецка, вот его сохранили благодаря письму, которое было у настоятеля, что вот они как раз там на самолет дали хорошую сумму денег. Ну, это потом при Хрущеве снова эти тропатисты к власти пришли. Так вот, я о чем хочу сказать. Две группы, которые давали деньги. Это вот всякие там деятели искусства, писатели, артисты, композиторы, поэты, потому что были серьезные заработки у них. То есть, они получали отчисления. Вот тоже авторское право тогда соблюдалось. И вторая группа, внимание, крестьяне, колхозники. Колхозники, у колхозников были деньги для того, чтобы купить танк. Танк стоил 100 тысяч рублей. У колхозников это было. Зарплата наркома была тысяча рублей. Ну, министра. То есть, у колхозников были деньги. Конечно, колхозы были разные. Ну да. Одни колхозы, они говорят, трудодни, трудодни. Да, были колхозы, у которых люди получали голый трудодень. Ну, потому что этот колхоз, ну, как потопали, так и полопали. А были колхозы, когда на трудодни люди получали, помимо того, что там, вспахать огород, корову, еще что-то, они получали по 20-30 рублей в год на трудодни. Еще раз повторю, зарплата наркома – тысяча рублей в месяц. Ну, то есть, 12 тысяч рублей. Получается, три министерства, две-три министерства зарплаты получали. И вот лучшее из того, что было, то, что делали наши предки, значит, что, ну, мы что, купили наших предков, в конце концов, то это тоже нужно брать, и это будет делать президент Семченко. Вот. Но, возможно, если президента Семченко вдруг не будет, не дай бог, конечно, то придется идти на компромиссы с людьми, у которых другое отношение, и к вопросам собственности, но, в конце концов, если украли завод, этот завод же нужно вернуть или нет? Я думаю, да. Ну, Денис, у вас, не дай бог, украли телефон, через три года его нашли. Вам его нужно возвращать или не нужно? Конечно, нужно. А с заводом как? Нет, с заводом гораздо больше нужно. Да нет, тут понятно. Давайте вот, мы уже идем к финалу, понятное дело. Вопросы тут мне пишут, как ты там выбираешь вопросы, там то не видел, да, не видел. Выбираю рандомно, общаемся, видите, на самые неожиданные темы. Но вот один из вопросов, последний, который тут несколько раз пытались задать, задам. Александру, взятки брали? Нет. Ну, спрашивают, взятки брали, Александр? Ну, нет. А давали кому-нибудь когда-нибудь? Ну, все довольны. Ну, там как бы по мелочам такое. Вот, но у меня как-то не получается правильно давать. А как правильно, в конверте? Да нет, ну так как бы, чтобы это... Эффектно? Я чувствую себя неудобно, вот как-то вот, тоже вот. Иногда говорят, там надо. Вот так вот, друзья. Такой вот у нас прямая, такая прямая трансляция, такой стрим. Я думаю, что какие-то вопросы, которые вы хотели задать, Александру были озвучены. Какие не успели задать, можете задать напрямую. Тут спрашивали, могут ли вам люди позвонить? Ну, позвонить не могут, кто знает телефон, звоните. А вот, а еще можно объявление, да, то есть вот стрим, да. Я просто в воскресенье снова получил прямое общение со своими зрителями, подписчиками. В 20 часов по Киеву, в 21 час по Москве на своем канале. Ссылка есть. Ссылка есть на канал. Да, ссылка, ну, на канал есть. Я же говорю, даже сейчас по ссылке не зайдете. Просто задайте в поиске ютуба Александр Семченко. Найдете легко. Я вот так там пальцем на кого-то показываю. На Паяткова я показываю пальцем. Это перед тем, как выросли на этот стакан? Нет, нет, нет. На этот другой эфир тоже был на Ньюсване, когда меня пригласили на Цибулька. То есть мне сказали, что будет Цибулька, а в итоге там была Цибулька и Паяткова. Вот Паяткова еще мне в качестве сюрприза дали. Наверное, там скучно было просто с Паятковым, уже всегда весело, это лично просто. С ним не нужно разговаривать, потому что он постоянно орет. И как бы это заводит, тоже начинаешь орать. Ну, по крайней мере, тогда я начинал орать. Сейчас, может быть, я с мастичком даже не кричал, он там орал как резаная. Я сижу, смотрю, ну, потому что человек как-то с ума сходит. Но в стойку профессиональности, да? Да мне сказали, что он как бы не очень, но я просто как бы по-борцовски стал. Мне потом один человек показал, который умеет работать палкой. Говорит, если бы он умел работать палкой, у тебя единственный шанс был убежать. Ну, слава Богу, что он умеет. Хорошо. Ну, так что да, стрим, Александр, как бы вы можете еще раз. Да, 20 января, воскресенье, 20 часов по Киеву, 21 час по Москве. Приходите, вопросы уже накопились у вас, вопросы уже накопились у меня. Есть что обсудить, есть о чем поговорить. Ну, и времени, на самом деле, у нас не так уж много остается. Потому что 20 процентов – это, конечно, классно. Но даже 99 процентов – это всего лишь 99 процентов. Как один умный человек говорил, нельзя перепрызнуть пропасть на 99 процентов.